Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась в Казахстане на уровне 1700-1800 человек. Социальная выплата по потере дохода в размере 42 500 тенге будет выплачиваться с продлением ограничительных мер до 2 августа текущего года. Эти и другие темы обсуждались по исполнению поручений президента страны во время заседания правительства под председательством премьер-министра Казахстана Оскара Мамина. По словам министра здравоохранения, для дальнейшей стабилизации эпидситуации проводится мониторинг эффективности мероприятий в регионах, направленных на борьбу с COVID-19. Он проводится по 17 индикаторам. В их число входит охват населения тестами, обеспеченность инфекционных и провизорных больниц, кислородными концентраторами, рентгенаппаратами и компьютерными томографами и другое. Для решения вопроса дефицита кадров Министерством здравоохранения в регионах распределены наиболее востребованные выпускники медицинских учебных заведений. 88 анестезиологов, 26 инфекционистов, 7 пульмонологов. Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, внесено предложение обучения школьников первой четверти нового учебного года вести, как и весной, дистанционно. Исключение составит лишь малокомплектные учебные заведения. В настоящее время в Республике Казахстан зарегистрировано около 60 тысяч случаев заболеваемости коронавирусной инфекции, в том числе более 1700 детей. В период карантина роль детей передачи инфекции была снижена ввиду расформирования организованных коллективов. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы, а также вовлечении детей, передаче инфекции в обществе. Продолжаем выпуск. С 20 июля казахстанские учителя будут проходить онлайн-курсы по основам киберпедагогики и методологии обучения в дистанционном формате. По словам министра образования Асхата Аймагамбетова, выступившего на площадке службы центральных коммуникаций, для обучения детей в дистанционном формате педагоги должны уметь работать с IT-технологиями в виде интернет-платформ. Для этого в рамках подготовленных Министерством образования и науки курсов учителям будет предоставлена возможность обучения и повышения своей квалификации в этом направлении. Вторая часть программы обучения состоит из вопросов изучения киберпедагогики и методологии обучения. Также во время брифинга рассказали о том, какие учебные заведения смогут вести обучение в традиционном формате. Исключения могут получить колледжи в отдаленных районах с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Точный перечень будет известен позже. Традиционный формат предусмотрен по индивидуальному графику в колледжах для производственного обучения, профессиональной практики в основном для обучающихся первого и последнего курсов. У нас есть видение по тому, как переходить в дальнейшем к традиционному формату обучения. Это тоже очень важно. Поэтому мы видим, что сейчас, когда красный уровень заболеваемости идет, мы считаем, что очень важно обучение именно организовать в дистанционном формате. Дальше, когда у нас уже будет оранжевый уровень, желтый уровень, зеленый уровень, соответственно, у нас несколько есть вариантов. И поэтапное будет уже возвращение и поэтапный переход между этими вариантами. От чистого сердца 7 тысяч зондов для проведения ПЦР-анализов получило общество Красного полумесяца Алматинской области. Груз со столь необходимыми в нынешнее время медицинскими инструментами прибыл из Германии. Спонсором покупки средств для проведения диагностики выступила компания Coca-Cola. На приобретение выделено более 340 тысяч тенге. На данный момент зонды с тампонами представители Красного полумесяца передали региональному департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг. Те, в свою очередь, направят медицинские инструменты в областной национальный центр экспертизы. На следующей неделе общество ожидает поступления 7 тысяч единиц реагентов для проведения ПЦР-анализов. Материалы также должны прибыть из Германии. Кроме медицинских средств, Красный полумесяц оказывают продовольственную поддержку. Социальные корзины с товарами первой необходимости раздают нуждающимся. Буквально на той неделе мы закончили разводку продуктов на 400 человек, которые тоже предоставила компания Coca-Cola. На этой неделе мы закупили продукты на 160 человек от компании McKenzie. Мы их распределяем по районам, которые, ну, ближайшие районы города Талдыкурган. Это получили Текели, Каратальский район, Коксусский район, ну и еще сейчас и Скельдинский и другие районы подъедут. Мы им будем распределять эти продукты. Еще одна современная ПЦР-лаборатория открылась в Алматинской области. Современное ее оснащение позволяет выявить коронавирусную инфекцию менее чем за 10 часов. На начальных этапах здесь проводят до 700 тестов на COVID-19 в сутки. Помимо коронавируса, анализаторы лаборатории могут определить половые инфекции, вирусы и гепатиты. По мнению экспертов, техника станет незаменимым помощником в борьбе с коронавирусом. Напомним, всего в Алматинской области имеются 7 таких ПЦР-лабораторий. 5 из них находятся в районах под Алматой и 2 в областном центре. Чтобы такого не было, мы сейчас выполняем анализы. Как на платной, так и на бесплатной основе. Всем желающим. С нами работает большинство медицинских организаций области, которые в основном направляют нам в рамках гарантированного объема. Чтобы получить на платной основе, пациенты должны зарегистрироваться на нашем сайте, подать электронную заявку. После чего наш оператор связывается, уточняет время, возможность выполнения забора и, соответственно, означает дату забора. Создание пробной вакцины от коронавируса в России анонсировали ученые. Первая партия, возможно, поступит уже в августе этого года. Об этом не только в сводке международных событий. Первая российская вакцина от коронавируса может поступить в больнице уже в августе. Разработанный лучшими российскими учеными, препарат успешно завершил первую фазу испытаний. Проверки проводили в двух крупных московских больницах. В случае успеха на дальнейших этапах развернуть массовое производство рассчитывают в сентябре. Минздраве обещает, что прививка будет добровольной. По словам ученых, препарат хорошо себя показал. И в будущем он может спасти тысячи, а то и миллионы жизней по всему миру. Бедственное положение. В ЮАР число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за минувшие две недели удвоилось и достигло 250 тысяч. Это самый высокий показатель в Африке. С понедельника в стране вновь вводится комендантский час. Запрет на продажу алкоголя и обязательное ношение масок. Однако общенациональный карантин решили не вводить. По мнению власти, это не поможет справиться с вирусом, но нанесет непоправимый ущерб экономике. В результате крупного пожара на борту корабля ВМС США, пришвартованного на военной базе в Сан-Диего, пострадал по меньшей мере 21 человек. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц. Раненые доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает. На борту десантно-штурмового корабля «Бенхам Ричард» в момент пожара находились около 200 человек. Пожарные не исключают, что возгорание могло возникнуть на стапель палуби, предназначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. По словам властей, пожару предшествовал взрыв. Его причины выясняются. Судно проходило на базе в Сан-Диего плановое техническое обслуживание. Обзор зарубежных новостей подготовил Дамир Анитов по материалам интернет-ресурсов. Субтитры подогнал «Симон»